Видел Death Profit, и, во-вторых, это было бы, ну, как минимум, удивительно. Но это Shadow Fiend, собственно. Все-таки стандартно, стандартный герой. И не надо, да, далеко ходить за этим героем. Как всегда, он хорош на центре, как всегда он быстро фармит, он хорош против ОД. И на нем играет ФН. Да, и на нем играет ФН, поэтому почему бы СФ не взять? Ну, а Faceless нужен кэрри. Нужен кэрри, который, кстати, тоже неплохо бы по вышкам работал, потому что Devourer с вышками справляется не так удачно. Есть Jiggennaut. Но Jiggennaut играть против Урса не очень хочется. Что же выберут? Faceless Void. Опять ты Void своего рекламируешь. Так все его пикают вместе с ОД, но, правда, Void... А, так тут еще и Огр есть. Ну все, это Огр. Фу ты, это Void. Я уверен на... А сейчас это бац антимаг или спектра. Не, антимага тут нельзя вообще никак брать. Тут либо Jiggennaut, либо Void, мне кажется, должен появляться. Можно, конечно же, еще раз пикнуть Рарблейда, потому что на предыдущей карте Black показал, что Террорблейдом он играть умеет, и в целом здесь Террорблейд будет не хуже смотреться. В общем, Террорблейд, Void или Jiggennaut. Нечто подобное должно появляться. Но я бы хотел очень увидеть Void. Не видели мы еще сегодня этого героя. В сочетании с ОД он просто отлично смотрится. С Вичдоктором отлично смотрится. Огрмак ускоряет его фарм, а это главный недостаток Faceless Void. Когда он стоит на кэре, ему очень тяжело добивать крипов. Но это вообще Вивер. Ну, в общем-то, он тут намного хуже смотрится, чем варианты, предложенные мной. Ну, ладно, пускай будет Вивер. Вивер хорош. Против Урсы. Маленький сферу себе купит. Контролировать непонятно, как эту Виверу будет. Реально, он просто будет бегать безнаказанно. Как эту Виверу будет постоянно именно останавливать в его шикучах. Хорошо. Faceless закончили выбор своих героев, как и Empire, собственно. Это последняя карта на сегодня. Пока что Faceless выйдут 1-0. И имперцы обязаны счет сравнивать. Иначе завтра будет очень непросто. Группа слишком сильная. И завтра будет намного труднее, чем сегодня. Завтра соперники будут сильнее. Да, Empire не играли еще с главным фаворитом своей группы, командой OG. OG смогли Faceless одолеть со счетом 2-0 сегодня. В первых матчах этого дня. А еще Vichy Gaming J, которые также очень сильные китайские коллективы. Непростые. Это лжди-форовый Янг, можно обыграть. Но это лжди-форовый Янг. У них сегодня явно не все получалось. Далеко не все. У нас игроки пока что разбирают персонажей. Думают, как действуют. Закупают варды, готовят телепорты, готовят смолки. Но, естественно, Empire очень хотелось бы победить в последнем матче дня. И со спокойной совестью идти в номера, отдыхать. Ну, или разбирать демки, я не знаю, что там делать. Или отмечать. Или еще рано. А да, отмечать мне кажется все-таки еще рано. Окей, давайте смотреть. Faceless против Empire. Пошли телепорты. Их снова четыре. XY и Кенгар на центре. Ставится вард. Такой прям по центру ставит Кенгар вард. Ну и снова здесь. Мипошка. Ставит вард. Ничего не блочил при этом. Просто поставил вард на вишен. Ну а Nats просто бегает. Nats вроде как никакие варды пока не устанавливал. Очень похожие варды на центре. И, разумеется, сейчас кто-то здесь идти вард. Кто разобьет-то? Я понимаю, разобьют ребята из команды Faceless. Левру. И Левру. Кенгар прошел мимо. Не заметил, возможно, этот вард Ренат. Ну пока никто никуда не собирается идти. Faceless будут забирать. Но должны об этом варде знать именно Faceless. То есть у них есть небольшое преимущество. Они поставили свой вард пораньше. Поэтому в будущем, скорее всего, здесь... Стоп. Или не Faceless. Стоп, 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 стоп. Empire, Empire, конечно. Empire. Если об этом варде знают Empire, то они должны были его в теории раздевардить. Возможно, Кенгар просто ждет удачного момента, ну, когда крипы подойдут к центру. SF сможет скушать вард, получить душу и получить хороший хапориген. Это было бы прикольно. По рунам ничего интересного. Две руны для Empire, две для команды Faceless. И давайте посмотрим на линии. Батрайдер попытается сворвать тут пачку крипов. Может быть, даже это получится сделать. Позиция неплохая. Firefly нажмет и полетит. Не должны никак остановить. Вичдоктор, правда, идет принимать крипов на свою душу. Ну и вот он, Батрайдер, полетел. Пачка крипов, собственно, за ним. И ничего ты здесь не сделаешь. Хорошо, левел 2 для себя Батрайдер получает. Четыре крипа. Ничего Вичдоктор сделать не сможет. На центре в итоге ставит в центре команда Faceless, но мимо. Были очень близки, но не попали. Empire, походу, не осведомлены об сервер варде. Странно, на самом деле. Достаточно. А, ну, может быть, конечно, все в смоках было, поэтому не осведомлены. Возможно, в этом причина. Конечно, были смоки. Просто не знают об этом, ребята. Это главная причина. Ну, и здесь так же установили сентри и так же ничего не нашли. Уже ребята из Empire. Да, обидно получается. Варды стоят и дают вижн. FN тут вместе с Мепошкой борется с Огрмагом и Деваурером. Не так просто пока что дается FN. Это линия. Приходится за каждого крипчика бороться. Но у Гостика здесь вроде бы как все в порядке. Он закидывает наца Напалмом. Забирает каких-то крипов, которых там Вичдоктор пытался отпуливать. Вивер зажимается в вышку. Гостик отпуливает. Ну, как отводит просто. Переагривает вражеских крипов. Подведет их сейчас к своей вышке. Ну, там осагрился рейнджовый крип. Обидно. Обидно. Это все-таки много опыта для Гостика. Но все равно Гостик молодец. Крипов на себя агрит. Деньги получает. Все-таки постарается по таврам еще при этом и фармить. Что немаловажно. Но у нас пока такая вот стычка на центре. Не могу от этой линии уйти. Потому что постоянно что-то здесь происходит именно на этой линии. Тут еще смещение от Рубика. Думаю, он себя еще покажет ближе к мидгейму. И вот он, КНГР. Телекенес. Выкидывает ХВ на лоу-граунд. Начинает бить ФН. Шэдоу Рейс 1. Шэдоу Рейс 2. Надо добиться. Стоит сделать два удара. Один удар. И ферстблат для команды Эмпайра. К сожалению, не для ФН, а для команды Эмпайра. Это должно быть обида. Булышник полетел на подсейв. И все обошлось. ФН разворачивается для того, чтобы добить последних крипов, которые остались здесь на лайне. И выйти со своими тиммейтами на Шрайн, возможно. Да, думаю, именно так. Точно можно это сделать с Мепошкой. Да, я думаю, не будет против Экингара. Довольный ФН отправляется на Шрайн. Кентавр даже не пытал. Там, кстати, Курьера пытался забрать Бэтрайдер. Но немножечко не получилось у Гостика это сделать. Он был с Тапком. Придется активировать Алтарь на Хардлейне сейчас. Кентавр даже решил не выходить на лайн с Урсой. И это абсолютно правильно. Потому что конкурировать с таким героем Айс 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 просто не в состоянии. Он отправился в лес для того, чтобы получить там быстрый левел и какое-то золото. ФН. Проблема. ФН под Игнайтом. Очень больно. ФН. Поебает. Только бросили его саппорта. Все. ФН моментально убивает. Ну, тонкий герой на центре, конечно. Это и не удивительно. Да, Мепошке нельзя отсюда уходить. Он должен постоянно подстраховывать своего мизера. Очень интересно. Сейчас Девавреры некоторые качаются через Аркейн Арбу и Эссенс Ши. Так вот бывает. Играют. Но здесь Джабс играет, конечно же, через Астрал. Когда ты играешь против Урса, наверное, все-таки Астрал лучше максить, чтобы прятать этого героя. Как-то кайтить удачно. А Аркейн Орм взять чуть-чуть попозже. Вивер также стоит в городном одиночестве на данный момент. Джабс у него ворует немножечко Икспы, но... Натс, точнее. Прошу прощения. Натс у него ворует немножечко Икспы, но... Блэк все равно получает много золота, много опыта. Так же, как и Урса. Айс-айс-айсу... Помощь в топе не нуждается. Ну, не нужна, потому что он просто фармит лес. Сюда приходить и убивать Чапия слишком сложно. Поэтому Вичдоктор будет стоять на боте. Невидимость, кстати говоря, на ми-пушке. Он успевает еще и Роллинг Волдер скастить. Занять хорошую позицию. Но... Ну, Капиян, вотивауар уже не бить. Ну, Капиян, при фаер, да, рендропы в придаче. Надо как-то его прям толкнуть, я не знаю, тогда может быть, но... Нужен еще какой-то герой. Помимо Эр Спирита. Ну, есть Батрайдер, но он не полетит на мид. Улетает, разумеется, гостик на низ. И поэтому тут бесполезно. Еще и Гурмак пришел. Два жирных персонажа. Бесполезно. Цеплять и Расперита вынужден уходить вниз. На центре делать нечего. Хотя, может быть, внизу и попытают удачу. Но от том же самого нацица можно попытаться его убить. А почему бы и нет? В комбинации с Батрайдером на Батрайдер уходит. Там уже линия пропушилась. Причина именно поэтому. Транкфилу у Кентавра, да, лесной Кентавр-то сильно. Почти уровень 5. Транкфилу талон неплохо. Странно, что его никто не идет в лес там убивать. Потому что целью-то он является очень легкой. Расперит все время проводит на сейфлейне. Ну а Рубик. Рубик как-то не хочет выходить с пулов. Получает экспу, получает золото, какую может. Но впоследствии придется, конечно же, с Кентавром считаться. Расперит идет сейчас на сложную. Будет там ловить Кентавра, который фармит. Но у Кентавра уже хороший уровень. Его там подловить тяжеловато. Поэтому Расперит отправляется все-таки в центр. Какая-то вязкая игра у нас получается. Никто не может создать момент для атаки. Нападают на Кентавра. Кентавр отстанивается. И просто пешком уходит. К него даже скиллы свои не смогут. А ничего ты не сделаешь. А сюда телепортировался Вичдоктор. Кидает кассочки. Малютик. Дабл Эдж. Это должен был быть дабл килл для НАЦА. И будет скорее всего. Но один фраг забирает. Колодца нет. Колодца нет. Еще 180 секунд. Кингар таки погибнет. Приходит сюда Блэк. Чапи пытается убить Жука. У Чапи также имеется ультимейт. Но он не спешит его нажимать. Возможно и зря. Нажимает ультимейт только сейчас. Блэк есть Шикуччи. Через секунду Шикуччи. Побежал Блэк. И Чапи погибнет. Да. Чапи удар. И погибает. Да еще и встревает ФН. Еще и встревает ФН. Приходит сюда Росперит. ФН. Начинает воевать на развороте. Блэк Шикуччи снова. ФНа убивает ФН. Блэк делает дабл килл. ФН. Извиняюсь. Блэк. Получает телекинез. Фейтболт. И погибает Блэк. Но правда идет до конца Джабс. У Джабса немало интеллекта. Учитывая, что Эркенор в единицу прокачано. Погибает Росперит. 10 ударов Саркенор был успел скастить Джабс. Неплохо, так? Очень много урона нанес. И вот уже у Джабса появляется Вейл. Совсем немножко остается. Крайне неудачная драка для ребят из Эмпайра. Они потеряли абсолютно всех своих коров. Кроме Бэтрайдера, который стоял на хардлейне и получал золото и опыт. Это, конечно, приятно. Но умирает Чапи, умирает ФН. Попытка забрать Айс Айс Айса. У Айс Айса нет стампиды. Ну, пришел так на линию довольно странное решение. Понимаешь, что Урса тебя будут убивать. Он подумал, что, ну, вот вроде бы я как нафармил пятый уровень у меня из Транквилла. Если что, я там уж как-то, наверное, спасусь. Но его поймали в весьма неудачной позиции. Поэтому Чапи погибает с дабл дэмэджем. Натс, но тыкаться с Гостиком ему не по силам. И Натс в очередной раз погибает. Очень самонадеянно пошел именно размениваться. Не спешил уходить, прямо убегать. И за это был наказан. ВД погиб. Перейдем мы на Нетворсы. Урса идет, безусловно, топ-1. Чапи хоть и погиб, но при этом там 3-1-0. Крипстат очень хороший. И Урса почти есть в Владмирс. Как почти? Он там полторы тысячи за пармис. Нестандартное решение, на самом деле, на Урсе покупать Владмирс. Многие уже отказываются от этого. Но здесь для СФ, в общем-то, Владмирс будет хорошим дополнением. Вообще, сам по себе Владмирс является хорошим артефактом, когда в твоей команде больше одного физ ДПСера. Всегда можно его купить. К тому же, это легкий Рошан для Эмпайр. Можно даже без какого-то пиков аккуратненько зайти в смолки и Рошанчика подрезать. Есть Стампид. Можно как бы пытаться с Стампидом куда-то выйти. Вейл Стампид очень сильно. Вейл на такой минуте. На восьмой минуте. То есть, бустой ботинок. Но и Вейл все-таки нужно реализовывать. Это не Медас, который ты покупаешь за те же деньги. С Вейлом нужно пытаться убивать. Может быть, Джебс еще и купит Медас в этой игре. Но с Вейлом действительно неплохо было бы куда-то пойти подраться. Нападают на Мепошку. Мепошка успевает улететь Роллинг Болдером. Стампида. И все. Стампид в никуда. Не реализовалась, да. Стампид абсолютно в никуда. На топе остается один Чапи с крипами. Спайду потихонечку и башню бить. Но тут моментально себе порток. Кентавра. Правда, Кентавр, надо быть ему поаккуратнее. Мы это уже проходили. Ну, хоть это, правда, XY, но Чапи не убить. Тысяча здоровья, Гольцимейт есть. Не убьют. Да, вот я так все-таки смотрю на Урсу. И что можно было бы купить вместо Владмирса здесь? Доминатор. Доминатор уже стал каким-то дорогим. И многие не приобретают этот артефакт. Сразу же приобретать Блинг. Ну, на самом деле можно. Но там ведь есть Вивер. Его так просто не заберешь. И Девауэр тебя будет постоянно прятать. Некоторые игроки Дезолятор покупают на Урсе. Можно купить просто маску. Можно купить просто маску, да. Ограничиться маской. Нет, ну, как ты сказал, Владмирс очень... Владмирс — это решение из прошлых патчей, которое в данной игре, в общем-то, неплохо смотрится. Скажем так. Затишье небольшое на боте. Блэк боится выходить дальше, поскольку там не только один бэтрайдер. Возможно, кто-то еще есть. Ну, и все правильно думают. Рядом-то находится и Мипошка, и Кенгар бегают. Правда, бегают они под вардами. Все, саппортов увидели. Блэк мешк успокоился. Что? Не за ним. Охота. Хотя смещается ФН, у ФНа двойной урон. Купился Шадоу Амулет. С пустым ботинком. Будет выходить очень быстро с Шадоу Блэйд. Да, ранний Шадоу Блэйд может удивить игроков команды Фейслес. Но Блэк все еще стоит и играет аккуратно. Как ты знаешь, я много видел игр, где не покупается ботинок в принципе, а тут Блэк купил аж Пауэр Трэдс. Вот с чем это связано. Не знаю, возможно, статы ему все-таки какие-то дополнительные нужны. Когда у тебя нет ботинка, тебя легко убить за прокаст, за лассо. С тапком все-таки ты чуть какой-то такой поплотнее становишься. Урона у тебя побольше. Но если бы Вивер не покупал ботинок в этой игре, у него уже была бы половина линкен сферы. С учетом того, что у него стики и отлили. И вот нападает, оржався. При этом есть Астрал. Кингер Астрал дает на Вич Доктору, но каски все равно полетели. Кингеру больно. Получает он фарабласт, получает Игнайт и погибает. Клинспри уже у Иксуа. И на центре моментально будет осада от команды Фейслос. Да, прометчивая атака от Империи. Не смогли они уничтожить Деваурера. Оказался этот герой для Эмпайр слишком толстым. Но как минимум оказался там не один. Там подошел Вич Доктор, Игбибер и Огромак. Неожиданно слишком много героев. Была неравная битва. Шансов было немного. Смещается сюда Мепошка. В общем, задефили. Башню сохранили на центре. Хоть и половина тавора была разрушена. В следующий раз, когда Фейслос пойдут пушить, им обязательно нужно сентриварды с собой таскать. Потому что у СФ скоро Шэдоублейд. И он может взорвать Реквием прямо вот под вышкой. И унести жизни нескольких игроков. Фейслос. Да, как ты сказал, после Вейла. Не совсем понятен Вейл для меня. Ну, просто дополнительные статы. На миде ты с двумя нульталисманами проще добиваешь крипов. Холм оф Айронвилл дает тебе приятный армор. Который полезен против СФа и против Урсы. Ну и плюс дополнительный магический урон. У тебя все-таки Астрал наносит много урона магии. Эклипс тоже наносит много урона магии. Так что... Если быстро получается купить Вейл, это хорошо. Но мидасик тут был бы кстати. Потому что, по-моему, его Дэй еще ни разу Вейл не использовал. Вот в этом-то и проблема. Так, там Стампид. Нашли Кингера. Кингер прячет себя в Астрал. Но у него... Стампид. Есть Стампид, да. Но Fireblast, каски. И Кингера не отпускает. Хоть и своровал улицами этого кентавра. Это не спасло. 8-6. Есть у Фэна Shadow Blade. И будут попытки реализовать его. Попытка будет убить Блэка. Прямо если вплотную подойти. Дать Shadow Race, наверное, один тогда-то. Да, но это все непросто сделать. Реквиум плюс Shadow Race и Блэк умрет. Но это непросто сделать. Да, и Фэн идет не туда. Никого не нашел по итогу. И можно дальше идти фармить Лиса. Других вариантов нет. Да и Лисов особо нет. Сейчас поеду через 5 секунд. Только. Чаппи уже зашел в Рошпит. Пытается в Соло загрызть Рошана. Никто ему помешать не хочет пока. Из команды Faceless. Возможно, этот заход был под Смоуком. Ну, если он такой дерзкий и наглый, то, очевидно, под Смоуком. Вот этим, конечно, Владмирс хорош. Он позволяет тебе легко убить Рошана. На фейсбутс Владмирс. Ну, как правило... Но идут за Чаппи. За Чаппи идут потихонечку. Или нет? Просто Джаппс и Иксуай рядом. И вроде как все понятно. Жимает Чаппи ультимейт. Рошана добивает Аэгис для Чаппи. Телекина с на Иксуай. Врывается. Отлично. Айс, айс, айс. Очень крутой стан по двоим. ФН у все это время был невидимости и вовсе. Лассо по Джаппсу. Джаппс получает Шеду Рейс. Раз. Шеду Рейс за два не последовало. Закинул наконец-таки Двауэр Вейл, но погиб. Блэк бегает под сентривардами. Его видно. Рекмемп соус от ФНа. Нет, сбивается. Сбивает с фаербласта. Бывает с айс, айс, айс. Отлично. Астрал под сейф от Рубика. Но там Каски и Дезвард. Каски и Дезвард. Ну и погибать должен Чаппи. Чаппи погибает. Теряет свой айгис. Блэк делает таймлапс. Восстанавливает практически полностью свое здоровье. Будут жуки. Давно жуки дают свои времена. Отсюда Чаппи никуда не деться. Это в один конец. Чаппи теряет айгис и теряет свою жизнь. Расперед так и не смог скастить магнитайз. Расперед. Кастует сейчас, но крайне неудачно этот магнитайз пошел. Булыжник по Блэку попадает. Блэк при этом намет в стики. И Сайланс пошел стампеет. Врыв на Мипошку. Мипошка погибает. Снова конвейер. От команды Эмпайр. Конвейер ненужный. Очень неудачная драка. Хотя начиналось все более-менее хорошо. ОД потратил свой ультимейт в никуда. Он просто выжег ману. Урона он не нанес. Огрмага тоже. Он даже погиб. Это было все круто. Но потом все. Вичдоктор очень много сделал в этом тимфайте. Да, Вичдоктор, конечно, красавчик. Ну и Кентавр. 4200. Он там раз ворвался стамп по двоим. Второй раз ворвался стамп по троим дал. И Кентавр, конечно, творил какие-то чудеса. Блингагер. И вот он Айс Айс Айс. Старого поколения Кентавр. Просто блинг. И дальше огоним. Да, Эмпайр вообще в какой-то степени повезло, что они так легко забрали этого Рошана. Что Фейслес не проконтролировали. Этот момент все-таки не видели Владмирс. Как правило, в этом патче Владмирс не покупают. Берут какой-то быстрый блинг. Когда ты играешь, например, против Лайфстилера или Джиггернаута, ты можешь удивить соперника быстрым блинком. Гостик пытается сделать тп-аут. Здесь же Урсой с блинком никого ты не удивляешь. Поэтому вот была такая попытка купить Владмирса и забрать Рошана. И Фейслес это прекрасно видели. И они прекрасно это знали. И они еще отдали этого Рошана. Но, тем не менее, подрались они просто отлично. Пока можно отметить очень крутой пик Вивера. Вот реально пик Вивера. Это хорошо. Вивера трудно будет цеплять. Слингвестер вообще непонятно, что с ним делать. Надо какую-то Эббеса Блейд. И то не факт, что ее хватит. Лассо может не хватить. Фернулки. Врыв на Блэка. Блэк получает Сайленс. Получает Булыжник. Но больше его никто не убьет. Получает Блэк и Лассо. Блэка есть Таймлэп. Успеет его Блэк нажать. Нажимает. Все. А все ульти мои-то потрачены. По сути, Стампид пошел Кентавра. Дезвар все еще бьет по Мипошке. Мипошку прячет Кингер. Нет, прячет как раз-таки Джабс. Сам Джабс и Мипошка. Булыжник ворует Рубик Астрал. Но засовить не успевает. Магнитаз дает на прощание Расперид. Но полка от этого мало. Нужно набирать вещи. Несмотря на то, что Эмпайр проигрывает сейчас наверняка по Нетворсу. И фа-фрага довольно-таки жестко. Посмотри. Первые Нетворсы именно у коров команды Эмпайр. Чапи на первом месте и ФН на втором. Да, это так. Урса очень много фармит. Но при этом две смерти есть. Не доходили пока руки игроков до вышек. Вот только в Мизе смогли. Поискло забрать Товерок. Впоследствии будет выходить в Дрэгган Лэнс. Хороший статовый артефакт. Чтобы еще и рейндж свою увеличить. Будет весьма полезным. Подобная сморка. Что по Лассо. Лассо еще нет полуминуты. Но прилично. Не факт, что сейчас Эмперцы подойдут. А Лассо уже будет доступно. Если только к концу действия этого смоука могут Эмпайр поймать. Может быть они поторопились. Потому что если сейчас этот смоук ганг будет неудачным. То Эмпайр потеряет очень много времени. ФН в топе забирает вышку. Но его пытаются здесь убить. Он в Инвизе пытается напасть на ССС. Это очень опасно. Но ФН под хостой. Дает несколько тысячек. Отступает. Погоня за ФН. ФН ЖК грызет очень долго. При этом ускорение все еще действует. Блэк побежал под Шикучем. И также у нее 5-5-0. ФН идет. Там убили Огрмага. Там ганг был даже без Лассо. Но это Огрмаг. Это не так страшно. Но при этом все равно хоть что-то для Эмпайра. Может даже попытается после этого Огрмага здесь и башню забрать. Да. Попытается и заберут. Пытается Эмперцы держаться. Да. Вот то, что Коры на высоких позициях это важно. Потому что Шэдоу Финн Дрэггаланс уже есть. Почти уровень 15. Вот он и Шрайн пошел в дело. Восстанавливает ФН и Костик свое здоровье. Можно сейчас ультануть в топе. ФН, но ФН рановато прожимает Шэдоу Блэйд. Возможно он знает то, что ультануть он здесь не сможет. Сэндрей, Файр Бласс. Прыгает Костик Лассо на Айс, 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 Айс. Айс, Айс, Айс пытается моментально убить. Это получается делать. Не будет у нас там пида. Закрывает Чапи. Закрывает Чапи. Хотя отлично. Залетел-то булыжник по двоим. Чапи. Каски полетели на Чапи и не попали. Попадают в итоге. Нет, попали краешком. Не поймем пошки по самому Чапи. Джабс. Телепорт в кулдауне. Джабса здесь должны найти. Джабс. Да, Джабса находит. Получает его на Астрал. Сейчас себя Астрал даст. Восемь секунд веселухи. Будет полный. Да. Реквием, конечно, мимо от ФН. Не стоило его кастовать. Но Джабса здесь должны убить. Блинка у него до сих пор нет. Хорошо. Толком не было в этом тимфайте. Или вообще не было. Неполный файт. Сложно понять. Но вроде как Блэка вообще не было. Он просто был на трогой линии. Он просто фармил. Эмпайра защитили свою вышку. И убили несколько вражеских персонажей. Ну, богатые коры. Как ни крути. У ФНа 8800. Драгонлендс и почти 2000 в запасе. Это много. Уровень 15. Талант на здоровье. Подбирает ФН баунтиру. Но продолжает фармить свой лес. Пока особо некуда выходить. Имперцы должны дождаться следующего Рошана. У них ганги вроде бы пока неплохие получаются. Но вот за счет второго Айгиса они смогут окончательно захватить доминацию на этой карте. Но Рошан пока не спешит спавниться. Гостик собирается приобретать башер. Айфан купил себе травела. Ну, Драгонлендс уже лежал у него и так в инвентаре. 9500 общая ценность. Почти 10 тысяч. У Вивера 7700. У Девауэр 7000. Не знаю. Мне этот вейл не нравится все равно. Джабс его просто не использует. Он не использует его вообще. Драк каких-то таких с этим вейлом не получалось. Ну, там вот был момент как раз-таки нарушания и все. Больше ничего подобного не было. Пока что фейслес. Девардят то, что могут. Убирают вражеские сентри варды. Урса покупает башер. У ФН практически появился Requiem of Souls. И вот как ты верно отметил травела с Драгонлендсом. Теперь он может ловко перемещаться по лайнам и ловить героев через Shadow Blade. Да, перемещается быстро. Shadow Blade плюс травела. Это мощно. Мувспит 497 единиц. ФН добирает крипов, которые были в топе. У Кентавра на Творце 7500. Что у него там есть? Наверное, Аганим уже практически готов. Да, половина Аганима даже чуть больше. Даже чуть больше. Действительно, 75% есть у Ice Ice Ice. Когда появится Аганим, убить Урсы кого-либо будет очень сложно. А тут полетел Батрайдер. Батрайдер. Лассо. Плюс Ликингерс на XY. Очень много тратит на одного лишь XY. И не факт, что его убьют. Что самое-то смешное. XY не убивают. Джабс прячет своего тиммейта. Начинает бить ФН. Но недолго это происходит. Каски летают бесконечно по Кингару. Энди Пошкин. Это все. Лассо потратили. Телеканес потратили. Но это не страшно. Главное, что нет лассо. Надо не дать использовать Джабсу. Что он, в общем-то, и делает. На Анац идет фармить леса. Не стоит особо затягивать с драками ребятам из Эмпайр. Потому что у Девауэра настакивается интеллект. Аркейн Орк у него уже третьего уровня. Скоро 14 левел там, соответственно, Аркейн Орк будет четвертого уровня. За каждую тычку он будет получать очень много интеллекта. Shadow Race. Удар. Еще один удар. Айс Айс погибает. Отлично работал от АфНа. 50 секунд и не будет Кентавра. Это возможность для Эмпайр забрать с Т2. Ну там Блэк побежал. Блэк опасно. Сентри не стоят. Блэк. Линкенс Фера разбили. Дали сайланс. Трекенес также Блэк получил. Блэк очень много урона. Успевает. Что за конвейер устроили? Фейслос. Прям на ровном месте. Блэк побежал один. Побежал один. Шекучи у него и так заканчивались. Ничего не боялся. Видимо думал, что Линкенс Фера равно неуязвимость. Но только невидимость равно неуязвимость. Иногда так бывает. Но с Линкенс Фера это не сработало. 15-13. Минус два основных героя. Т2 башня падает. По экономике мы видим, что Имперации ведут 4000. Несмотря на то, что происходило буквально пять минут назад. В драках. Фейслос Эмпайр. Катывается. Мипошка на XY. Прыгает Гостик. Лассо есть. Но утрасить не особо-то и хочется. Но возможно придется. Возможно придется. Нет. Фейтболт охватила от Кингара. И внизу башня пала. Отличная работа. Имперации очень много денег получили за вот эти вот пару минут. Тысяча две, наверное, точно. Фейслос перестали действовать как команда. Они теряют героя за героем. Подставляются... Даже если кто-то умирает за Лассо. И это нельзя никак предотвратить. То этого героя нужно продавать и идти фармить дальше. А ребята решили, что нам надо как-то побегать, отдать Блэка и отдать потом еще одного героя. Ну, в общем, ничего хорошего не получается из того, что сейчас Фейслос делает. Хотя начало у них было весьма удачным. Ну, а Сейк прыжок. Клинкер сферу сбили. Лассо дать не успел. И таймлапс. Ну, хорошая попытка. Форстав плюс Лассо, но не вышло. Блэк успел среагировать и уйти. Невидимость. Нужен гем. Если его нет, да. Гема пока нет. Надо кому-то купить его. Обязательно. И дать Батрайтеру. В идеале. Да, гем не помешал бы. Особенно в такой игре, когда Рошан может очень многое решить. И у Эмпайра есть возможность этого Рошана забирать. Смоук использует Фейслос. Заходят на вражескую территорию. Здесь Чапи с дабл дэмэджем, который уже закончился. Профармливают лесочки. Слушай, ну, могут поймать кого-то. Ну, могут поймать Мипошку. Да окей, не проблема. То есть, если убьют у Фэна, то будет проблема. Окей, да. Стефана просветили. Фэн. Попытка сделала тэп-аут. Но нет. Там Астрал. Ну, такая попытка очень самонадеянная от Фэна. И Фэн также погибнет. Минус два. Ну, телепорт не жалко. У него травола. К тому моменту, когда Фэн зараспавнится, у него уже травола появится. Но умирать, конечно, не хотелось. Фейслос понимали, что им хватит ресурсов для того, чтобы забрать и Мипошку, и Фэна. Эмпайра использует полученное время для того, чтобы немножечко побить вышку в центре. Он понимает, что это слишком опасно. Урса не может быстро уничтожать вышки. Кочник полетел. Ну, Джабса бы зацепить. Это было бы идеально. Джабса цепляет Лассо. Прыгает также Чаппер. Начинает Джабса пробивать. Никоносферу повесил Блэк. Но слишком поздно. Джабс погиб. Джабса не будет 50 секунд. Блэк без Никоносферы. Еще 8 секунд. Но цеплять Блэка совершенно нечем. Фарабласт Чаппер. Чаппер ультимата не толкает его подальше. Кингер. Нет, извиняюсь. Это был Гостик. Ну и Гостик телепорт делать не успел. Чаппер просто убегает отсюда на своих двух. На развороте начинает бить XY. Будут ли баши? Баш есть. XY погиб. Или нет? Слушай, нажимает стики. Но там и Кингер в деле. Магнитайз полетел от Эр Спирита. Дезвард ставит Чаппер больно. Успеет ли прийти на колодец. Успевает. Хорошо. Таймап сделает Блэк. Пытается просто отсюда уже уйти. Попытно можно убить Кингера. Но убивает пока и Сайсайса. Ну просто нечем. Можно пойти на Рошана. Потом пойти на Т1. В общем, для имперцев очень удачный тимфайт вышел. Можно Фэн остаться на Т1. А Чаппер пойти на Рошана 1. Да, именно так и происходит. Я понимаю, конечно, то, что вивер кэрри в этой игре. Но как же хорошо тут Аганим. Спасибо за Жука. Думаю, Чаппер благодарит. Аганим на вивере. Не знаю. Вообще да, но... Именно на мейнкэрри это, конечно, такой раз факт спорный. На оффлайнере идеально. На мейнкэрри... Надо для начала какой-то дэмэдж собрать. Ну там изолятор будет. Изолятор для Блэка будет. А там посмотрим. Но я не думаю, что будут покупать Аганим Блэк. Не предусмотрено просто у Фейслас Эскейпа против Бэтрайдера. Нет ни Винги, ни Виспа, ни Дазла, какого-то не Шедоу Демона. Есть, конечно же, ОД, но как-то он не очень хорошо работает пока против Лассо. Но вот ОД хочет тебе также купить Ликен Сферу. Понимает, ОД, что без Ликен Сферы будет ой как непросто. 18-18 счет на 26-й минуте. По графикам ведут имперцы 6000. Балбки вовсе 7500. Неплохо, так? Рубик, Блинкдайкер, Аркана и Кингер уверенно ставят фигбай Аганим. Ну, не знаю, может какой-то Климеркей бы не помешало купить. Ну, а мы поняли, что Кингер, он не любит промежуточные артефакты. Он покупает себе сразу артефакты такие настоящие, полноценные. Да, действительно, хочет вносить хороший импакт в игру своей команды. А у Shadowfinda уже 14100 золота. Очередной смоук от команды Empire. Но крипы очень далеко. Если сейчас Empire никого не смогут забрать, то этот смоук был зазряд. Аут-блэк, аут-блэк. Окей. Видят также XY-XY. Но долго был пинать, конечно, на ТТФН. Приход Кингер дает телекинез, есть фейтболт. И убивают. Буквально в пятером. Подпечатка не было. Очень дешевый фраг получился для Empire. Вышка в центре очень уверенно еще себя чувствует. Много у него здоровья. Кентавр дофармливает крипов в топе. Есть у него телепорт, если что, он сможет спастись. После Аганима хочет Кентавр приобретать Lotus Orb. И в этой игре Lotus Orb... Ну, против Батрайдера хорошо. Против Батрайдера хорошо. Надо заранее только кинуть. До, до Лассо, конечно. После Лассо уже смысла от этого нет. Против Магнетайза и Сайланса и Распирита тоже неплохо смотрится. Против Абисал Блейда Урсы тоже неплохо смотрится. Ну, в общем, Лотус это артефакт хороший, но не лучше ли было бы здесь... Есть телепорты, Стампид пошел пытается просто отсюда у Фейслос уйти, но Ася Сайс не отпустит. Бочка, очень неплохо. Приход Кингер, Телекенед даже без ласса. Можно своровать Стампиду сейчас. Никакой скилл Ася Сайс поражать не смог. Вот именно поэтому Рубик и хорош против Кентавра. Потому что если Кентавр активирует Стампид, то пока он не добежит до соперника, он не может использовать свои скиллы. Но он же не может дать стан в пол, правильно? Никак. Не может дать дабл-эдж на пустом месте в пол. Ему нужно хотя бы до крипов каких-то добежать. Поэтому Рубик у него с легкостью ворует. Ворует ультимейт. И когда у Кингера появится Аганим, от ворованной Стампиды будет очень много пользы. Готовы Эмпайр нападать. Разобрались они уже с вышкой в центре. Кентавра не будет 20 секунд. Более того, Стампиды у него не будет еще больше. 27. Мы ждем заход от Эмпайр. Хотя бы Т3 попытаться немножко побить. Конечно, к концовке игры ожидать не стоит. Хотя уже полетел Гостик. Гостик есть гейм. Но цеплять вивера не стоит. А вот Девавра можно пытаться. Только Огра можно убить. Девавр стоит слишком далеко. На безопасном расстоянии. Заставили соперника использовать Глиф. И отходят сейчас сами Эмпайр. Есть уже два Блокенбара. На подходе третий Блокенбар для Гостика. Ди-300 денег у него. В запасе. БКБ тут очень важный против Дезва... Ой, против Касок. И против Кентавра Стампиды. Против Огармага. Ну, главное, наверное, Каски даже. Главная проблема. И Девавр своим Арканорп. Когда ты покупаешь БКБ, Девавр неожиданно оказывается бесполезным. Героям, которые вообще не бьет. Урона у него просто нет. Без своего первого скилла. Скан от Радиант. Думают, что не ушли имперцы. Но имперцы уже далеко. Отошли к своей базе. Ну и ФН близок к покупке бабочки. Не то, что близок. Он практически ее купил. Кутор Ставп есть. Дофармит она там с тысячу золота и все. Бабочка это будет сильно. Потому что в таком случае ФН с БКБ с бабочкой непонятно, как его убивать. Талант еще на дополнительный дэмэдж у СФ взят на 20 уровне. Такими темпами СФ скоро получит 25 и возьмет наверняка очередной талант. Ну, рейндж на атаку плюс 150. И все. И на этом все. Просто будет стоять такое оптимальное расстояние, что ты не сможешь его никак достать. Рисует план. Рисует план Айс Айс Айс. Давайте пройдемся через Рошана. По вардам ребята бегут и сейчас этот паровозик видит команду Эмпайр. Если там был бы еще и Смоук активирован, то Эмпайр были бы в курсе. Обязательно. В итоге просто идут подфармливать свои леса. И имперцы идут в атаку. Чапи. Есть башня, есть БКБ. Есть блинг уровень 19. Практически 20, но это не особо влияет. Таланты там не особо сильные. Разбили вард. Имперцы. Моментально. Но вот пропадает Айгис, естественно. Все. Айгиса больше у Фэна нет. Появляется возможность собрать еще какой-нибудь слот хороший. Какой-то Сатаник потом покупать в идеале. Да. Решил загрейдить Dragonlance. Сделать пику. Или может быть какую-то Керасу не помешает купить. Да, тут много вариантов для Shadowfinder. Самых разнообразных. И Скади, и Кристалис, и Сатаник. Много чего другого интересного может FN приобрести. Его, кстати, еще и Shadowblade можно загрейдить. Можно даже манту было бы купить. Ну, манта, наверное, уже дешевым. Смотрится артефактом, когда у тебя 5 слотов. Хочется что-то посерьезней. Ну, и Блэк после Дезолятора. На Кеносферу больше ничего у него интересного нет. Курьер вроде как пустой, да? Для Кеносфера, Дезолятор. И на этом все. Не успел Блэк ничего нафармить. Кентавр покупает гем. Очень важная, важная покупка. Для того, чтобы оставить соперника без информации, без вижена. Чтобы можно было бы какие-то смоуки делать, выходы. Нападать, убивать, делать пиков и забирать Рошанов. Ну, и всячески мешать соперникам. Чувствовать себя на карте уверенно. Ну, и снова у нас такой небольшой затишь. И, возможно, перед появлением Рошана очередного. Но до него еще прилично. Пока имперси просто фармит. Хочет оформить себе Чапи Абисаблайт. ФН, разумеется, пику. Батрайдера практически из Блэкенбар. Тоже остаются какие-то гроши. А мипошка покупает себе Блиндайкер. И идут фейслес на Т1. Можно, конечно, позащищаться. Телепорт на Т2. Там на колоде сделать. Можно пойти на Т2. То есть разменяться выгодно. Перцы могут. Не сделают это, как мы видим. Да, эту Т2-вышку уже защищать не получится. Телепортироваться на С1-шу района. Но имперсы могут пойти дальше. Импайры пойдут, скорее всего, дальше. Они должны заставить своего соперника телепортироваться. Но тут Блэк уже забирает Т2-вышку. А тут Глифа нет. Может, конечно, Т2-вышку упадет. Но здесь серьезно пострадает Т3. Башня. Уже половина башни нет. Уже чуть больше. Но и Фенократно играет. Только почувствовал опасность моментально. Батрайдер нажал. И телепорты. Притом телепорты в погоне за Блэком. Блэк, ТП-аут. Успеет ли? Яй-яй-яй. Успевает. Форстап был в кулдауне. Нельзя было Линкес ее разбить. Поэтому... В общем, Батрайдер просто стоял и смотрел. И бочку кинул. А вдруг сработает. Но бочка телепорты Линч не сбивает. Ну, несмотря на этот серьезный фикс, Батрайдера продолжают активно пикать многие команды. Все равно герой хороший. Это знаешь, это как Дарксир. У него вроде бы нерфят так. Тихонько. У него даже таланты в 7.00, когда появились. Ничего особенного у Дарксира не было. То есть у каких-то героев там, вот как у Эмбер Спирита, там, чины дополнительные. Да, там на каждом уровне у Эмбер Спирита крутые таланты были. Так его сильно бафнули. У ССФа крутые таланты. Да, у других популярных героев хорошие таланты. А Дарксиру вообще ничего не сделали полезного. Но тем не менее, этот герой, который продолжает появляться в драфте, что бы ни происходило с Дотой, какие бы патчи ни выходили, какая бы ни была мета, быстрая или медленная, какие бы герои ни были полезны, со сплитпушем или без, Дарксир всегда найдет себе место. Так же, как и Батрайдер. Найс Смоук разбили имперцы. В ответ Смоук от Фейсос. Очень важный тимфайт. Даршан остается в мгновение, и сейчас что-то будет. Полетел Батрайдер, Файрфлай, Видиан, врыв на Блэка, Лассо успели дать, Блэка в секунды, нет, не успели убить, отличный Астрал. Очень своевременно, Гостику больно, Гостик, возможно, погибнет, Блэк не успевает ничего нажать. Даймлапс нажимать было бесполезно, потому что слишком много времени он просил в Астрале. Погибает Вивер, в погоне за Жапсом. Жапс также отправляется в Таверну. Это уже минус 2, в размен на Батрайдер и Рубик. Но два кора героя погибли. Больше урона у команды ФСС попросту нет. Булыжник мимо, Икс Вай от этого не легче. Идет до концами пошка, вместе с ФНом. ФН пошел под Шдоблэйдом. Дасты. Ничего страшного, Икс Вай убьет. Икс Вай стики, да ладно, неужели выживет? Неужели выживет? Много брони у Икс Вай, азанта на медальке. Но Рошан, Рошан появился. Хороший выход от Эмпайра. Они смогли убить двух самых ответственных хоров. Даже ультимейт Кентавра с Аганимом не спас Вивера с Деваурором. Деваурору нужно, конечно, бкб купить, как ни крути. Там гем не выпал у команды Фейслес. Гем в наличии. Гем выпал у команды Эмпайра. У Патрайдера ведьма. Но подобрал ли его кто-то? Да, да, да. Только что он подобрал. Он как раз на Рошане валялся. Вот он гем у Мипошки. Аегис для Эфена и Сыр для Урсы. Да. Сыр для Чапи. Но Блэка, конечно, просто в секунды испепелили. Несмотря на то, что у него есть линкенсфера, сработали имперцы четко. Форстстав, Лассо. Даже Астрал не помог. Но Астрал такая. Виде, же услуга. Таймлокс ты нажмешь, но себя практически не восстановишь. И то было странным, что Блэк вообще ничего не успел нажать. То есть он вышел из Астрала и его сразу же поднял Рубик в телекинез. Вот это странно. Вот это реально странно было. Легко же нажать инвиз, легко нажать... Ласс, может быть, Блэк инвиз нажал, но поскольку там был гемкин, ГР легко его поднял. То есть там, возможно, и такая была ситуация. Не хватает. Не хватает героя, который спасает из Лассо. Блэкс Лассо на данный момент. Дивауэр вот купил себе линкенсферу. Есть у него Форстстав, но БКБ ему еще фармить и фармить. Этот Вейл, по-моему, действительно боком вышел. Дивауэр стандартный билд через Мидас, Блинк и Пику смотрится куда лучше, чем билд через Вейлл в Дискорд. Нативауэр решил Джабс, что будут ребята выходить в раннюю агрессию, но этого не случилось. Мы видим, конечно, на Твороса, насколько ФН обгоняет своего ближайшего преследователя с командой Фейслес. 15 тысяч у Вейлл практически против 22 тысяч у Шадуфинта. Это очень много. И мы видим, что ФН уже на подходе и с Каде. Ну и уровень 25. Не без этого талант там очень важный. Именно для вот таких вот заходов на хайграунд. X-Y, фрэнбас на ФН. Очень аккуратно играет Девауэр, несмотря на то, что вроде как ФН уже готов были цеплять. И ФН также аккуратен. Чуть-чуть не хватает опыта до 25 уровня Шадуфинту. Ну, как чуть-чуть, больше половины. Все-таки с 24 по 25 уровень надо очень много ХП получить. Но если бы был бы сейчас 25, ФН легко бы с огромного ранграя Шеста того расстояния мы уже бил бы. Врейп на X-Y, прыгает Чапи. X-Y пытается моментально убить. X-Y погибает. Астрал дать Девауэр не успел, там идеально был Сайланс. До 3 башни пала. Огр Мага нет, его не будет 40 секунд, он без байбека. Это уже 5-4. Причем Огр как-то безидейно просто пошел и умер. Он, видимо, хотел впитать часть тенюков и думал, что его засейвит команда, но не тут-то было. Удар по Девауэру. Неплохо так залетают тычки. Начинают бить, ребята. Казарма Мечников. Ну, как ребята. Один ФН бьет стоит. Уже полбарака пала. Обрывается снова Эрспири. Пошел Магнитай, закрывает Блэка. Снова пытается его савить. ФН рекомендует по таймингу или нет? По таймингу! О-о-о! Нормально. Джебс просто похоронил своего керри. А без байбека Вибер? Проверяйте, друзья. Вибер без байбека Вибер... Эмпайр сейчас далеко проверят. Они забирают лишний барак, забирают ранжовый. Я думаю, что если бы Блэк был с байбеком, он бы уже... А там Айегис, там Сыр, там все вообще есть. Абсолютно все. Линк из первых Джабса. Врывается Гостик. Лассо по Джабсу дает. Джабсу надо бить. Джабсу пока бить не получается. Получает Джабса без облайд. Бару ударов. Джабс должен погибнуть. Прячет себя в Астрал, но не знаю, спасет ли это. У него нет блинка. Он не может оттуда выпрыгнуть из этого Астрала вообще никак. Выкупается Джабс. Ужаса сгрызает Вич Доктора. Трех героев у команды Фейслес уже нет. Но надо ФН убить по Тавору, мне кажется. Конечно, хочет Айгис свой отдать. И выкупается Кентавр. Прорывается Чаби на Джабса. Прорывает Паш. Там активирован колодец. Есть танк подвоем от Айс Айс Айса. Пошел Сайланс. Прорывается сюда Мепошка. Можно убить Айс 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 из Байбэка. Айс Айс не может дать Стампит. Стампит в итоге не дает. Вивер будет через 8 секунд. Чаби. Есть сыр. Чаби. Главное своевременно его нажать. Чаби нажимает сыр. Надо уйти. Там Вивер уже через 2 секунд. Живёт. Но могли Перциди две стороны разрушить. Но пошли там воевать. Откровенно. Игра просто валится из рук. Ну, всё-таки надо отдать должное. Фейсласс. Они не отдали вторую сторону благодаря байбэкам. Могли бы, конечно, забрать. Байбэк была с Кентавра, да. Так вот, я, по-моему, тоже выкупался. О, я тоже выкупал. Да, да. Вижу. Да, байбэк много. Ну, тут всё. Партефактом конец. 30 тысяч золота преимущества. У Рубика Аганим появляется. Там, у Расперита. 3 тысячи золота в запасе Урса. 4 700. Это Аганим Райт Кликом Шадоу Финт у нас. Купил Скади в запасе Офена. Ещё есть деньги. Уровень 25. Трудно. Сейчас будет шанс там 2-3 процента. Фейсласс что-то сделать. Фейсласс должны напасть первыми. Это единственное, что их может спасти через ультимейт Кентавра. Напасть на Рубика, на Бэтрайдера. Попытаться их быстренько забрать. Или, по крайней мере, дождаться. Хотя, каких артефактов ребята могут дождаться? Неужели у ОД появится БКБ в ближайшее время? Он же выкупался. Денег нет. Денег нет. Он пытается вместо БКБ сфармить пику, которая ему нужна была, наверное, минут 20 назад. Вот, вместе с Блинкдаггером. Но за счёт того, что он тратил деньги немножечко не на те артефакты и несколько раз умирал там, где, наверное... Я не могу сказать, что Вейл это ключевой артефакт, который дал поражение. Вейл с этой артефактом не за 5 тысяч, конечно. Нет, в целом Фейсласс просто сыграли хуже Эмпайра. Но и покупка Вейла, как мне кажется, который впоследствии не был реализован, тоже сказался. Ну что, имперцы могут даже не дожидаться появления, по-моему, Рошана. Учитывая, насколько они сильнее, они могут идти прямо вот вперёд сами. Они пока стоят в позиции, они ждут, пока выйдут Фейсласс. Но никто не выходит. Фейсласс в другую сторону. Они тут Рошана проверят? Что? Тайминг же должны быть правильными, ребят. Что Рошана нет вообще никак. Надеюсь, есть. Они недавно только Аегис теряли, поэтому... Ну, вот я про это и говорила, что странно, что пошли Ирошана проверять. Довольно любопытно брейв на Файна. Файна пока не нажимает ничего. Файна нажимает БКБ, Рекмемом создает по Айсайса. Айсайса не взрывается. Погибает и XY. Это уже минус 3. Там где-то Девауар погиб, видимо, от рук Чапи. Но это конец. Без Девауара воевать бесполезно. Good game. Вторую драку подряд Айсайса не может нажать свой ультимейт. Я не припомню игр, когда Кентавр не может просто нажать ультимейт. Это очень странно. Ну что ж, Эмпайр сравнивает счет, но мне кажется, для них это... Для них это плохо. Не очень хорошо, потому что... Для них это не круто. То есть смотри, сейчас получается команда Эмпайр 4 очка в активе. Это, конечно, неплохо, но учитывая, какие завтра будут противники, могло быть и намного лучше. Взглянем на финальную статистику. Давай посмотрим, что вообще к чему. Посмотрим на Джабса. Джабс 14 тысяч урона. У ФНа 25, у Чапи 20 тысяч. Но у ФН снова великолепен. Очень круто фармил. Мы помним, что был счет чуть-чуть не 14-7 в пользу команды Фейслеса. Все, казалось, конец. Но ФН фармил, Чапи фармил. Вообще никуда не лезли. ФН свое нафармил. Так хорошо дрались в начале Фейслес. В начале идеально. И Айсайсайс врывается, и Блэк бегал просто неуязвим. И Нацкаски закидывал с Дезвардом в комбинации. В общем, все выходило до минуты 15, а потом ФН и Чапи просто какой-то дикий перефарм имели. Просто они...